МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Данагуль Галилла Ахузы. Добрый день. Какие существуют коррупционные риски при оказании госуслуг и населению, и какая работа проводится по устранению этих рисков? Прежде всего, сегодня проводится большая работа по автоматизации государственных услуг перед госорганами. В этом году поставлена задача перевести в электронный формат до 90%. Электронные услуги – это очень качественные услуги. К примеру, когда наш отдел был создан в 2010 году, то практически все жалобы были связаны с очередностью детей, детских дошкольных учреждений, с очередностью граждан на жилье. Это все велось в программе Excel. Сегодня внедрены определенные информационные системы, посредством которых ведется эта очередь. И если там какие-то процессы, скажем, незаконные происходят, это все прозрачно, это все можно выявить, установить. Сегодня информационная система это позволяет сделать. Ну и если говорить о бытовой коррупции при получении госуслуг и минимизации так называемого человеческого фактора, только в электронном формате услуги это позволит сделать. И в этой связи местными исполнительными органами ведется большая работа по переводу услуг в электронный формат. То есть мы минимизируем услуги, оказываем в бумажном виде. И вот сегодня с учетом эпидемиологической ситуации, этот вопрос очень актуальный и своевременный. И уже за 10 месяцев хорошая динамика положительно наблюдается. У нас снижены бумажные услуги к уровню прошлого года в 3,4 раза. И соответственно электронные услуги увеличились. И также хочу отметить, что ровно год назад были внесены ряд поправок в действующее законодательство, законы, в кодексы. Одна из таких поправок это исключение регламента. Ранее регламенты, правила и стандарты дублировали друг друга практически где-то на 60%. Это вот коллизии в НПА, они тоже, скажем так, позволяют рискам быть. И поэтому сегодня у нас принимаются единые правила оказания госслуг. Это принимается на центральном уровне, в том числе и для услуг, которые оказываем мы местные исполнительные органы. Если говорить о проблемах в услугах, то я считаю, что это альтернативные услуги. Нами неоднократно, Акиматам направлено предложение по исключению альтернативы. Это когда гражданин может выбрать, куда ему идти, в госорган или онлайн. Естественно, в основной своей части они всегда хотят традиционный способ выбрать, потому что он более понятный, более удобный. Если не будет альтернативы, вот сегодня, к примеру, 30 октября вступили в силу единые правила оказания госслуг по вопросам земельных отношений. По услугам сферы земельных отношений большинство нареканий всегда по этой сфере имеют место быть. И там только онлайн подача практически. И самое главное, что... Естественно, исполнительные органы, это лицензии, это архитектура услуги, ГАСКО. Они все носят разрешительный характер. Сегодня есть статья 9, свободу от коррупции называется. Закон о решении уведомлений, где все... Вот этот бегунок раньше был же, когда бегунок давали, и человек сам бегал, и согласовывал все эти процессы, и был контакт определенный. И сегодня в минимизации этого контакта, исключение контакта, все согласования проходит сам, органы лицензиара, лицензиар. И если говорить, у нас большая работа проводится совместно с департаментом агентства по делам госслужбы, мы уже не один год проводим работу по исключению, скажем, необоснованных отказов. У нас сегодня тоже хорошая динамика по снижению необоснованных отказов в оказании госслуг. Положительное решение, оно практически никогда не обжалуется. Отказы – это всегда жалобы со стороны населения, поэтому отказы должны быть четкие, конкретные, понятные, с ссылкой на НПА, почему отказали. И есть определенные рекомендации департамента агентства по делам госслужбы, чтобы после того, как вынесено уже решение, чтобы был звонок клиенту с объяснением причин отказа. Такая работа проводится. И я хочу отметить, что вот эти разрешительные документы за нарушение процедур, в том числе и сроков, и процедур внутри, влечет штраф административный на виновных лиц. Понятно. Ну, это судом, да? Хотелось бы узнать, какие права имеет услуга получателей при получении государственных услуг? Есть целая статья в законе о госуслугах, статья права услугополучателей. В первую очередь они имеют полное право на доступную и полную информацию о порядке оказания госслуг, а в свою очередь услугодатели, организации, оказывающие госслуги, обязаны незамедлительно представлять эту информацию. То есть при обращении, если услугополучатель обращается в госорган, услугодатель, в свою очередь, должен незамедлительно предоставить информацию. Следующее право – это получение услуг в соответствии с едиными правилами касания услуга. Есть право на обжалование, решение действия без действия. Но, как правило, еще раз хочу повторить, что положительные решения практически никогда не обжалуются, а обжалуются отказы. Здесь вступает та рекомендация, которая ранее выше была сказана. И следующее право – это получение услуг, получение и использование электронных документов, которые сегодня есть в информационных системах в отношении себя и несовершеннолетних членов семьи. То есть там все документы – удостоверение, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, водительские права, эти все документы можно сегодня в приложении e-mobile, к примеру, чтобы они хранились там, оттуда получить и использовать при получении услуг. Я, в свою очередь, призываю услугополучателей активнее использовать информационные технологии. Понятно. Вот не менее важным вопросом при оказании госуслуг является качество их предоставления, так как это служит гарантией минимизации бытовой коррупции. Какие меры предпринимаются для повышения качества оказания госуслуг в регионе? Да, действительно, это в первую очередь важный аспект противодействия коррупции и повышение доверия граждан к деятельности госорганов – это повышение качества оказания госуслуг населению. И на постоянной основе местным исполнительным органам проводятся определенные мероприятия, точечные, четкие мероприятия по данному вопросу с учетом рекомендаций общественного мониторинга. То есть ежегодно проводится общественный мониторинг агентства по делам госслужбы и даются рекомендации. И мы эти рекомендации исполняем с учетом этих рекомендаций, повышаем качество. У нас, к примеру, есть также определенные рекомендации, которые даются помимо общественного мониторинга в рамках проекта «Адалдахалана» проведена работа по трансформации госорганов. У нас сегодня открытый сервис на Акимат. Кроме того, чтобы получать электронные услуги, там, где, например, населения нет компьютеров, обязательно должен быть уголок самообслуживания. Такие уголки у нас установлены порядка тысячи. Это у нас в аппаратах Акимов сельских округов, в организации здравоохранения и образования. Кроме того, услугу делают доступные информации в открытом доступе. Для этого определенные материалы размещаются в средствах массовой информации. Проводятся прямые эфиры с сотрудниками госорганов с разъяснением. И большая работа проводится. Поэтому, кроме того, если говорить, что влияет на качество, прежде всего, это компетенции. И для того, чтобы повышать эти компетенции, в этом году в онлайн-режиме... И для специалистов, да, оказывающих госуслуги. В онлайн-семинары проводились с департаментом агентства по делам госслужбы, с уполномоченными по этике поведения госслужащих. Мы проводили онлайн-семинары. И, кроме того, работа проводится филиалом Академии Государственного управления при президенте по повышению квалификации оказания государственных услуг. Этот вопрос у нас на постоянном контроле. Проводится контрольное мероприятие службами контроля. У нас в каждом районе созданы службы контроля. Вы согласны с тем, что компетенции нужно повышать и самим потребителям государственных услуг, чтобы они имели эти предложения, чтобы имели средства связи? Да, для этого у нас цифровая грамотность. Мероприятие по повышению цифровой грамотности проводится в области. И если бы наши услугополучатели четко знали свои права, они должны знать свои права, когда идут за госуслугами, тогда качество госслуг будет, скажем, соответствующим образом еще выше. В части получения государственных услуг, если будут какие-то жалобы, к кому нужно обращаться? По отраслям. Можете, пожалуйста, обратиться к телегрителю нашему? Обращаться можно и на наш телефон 2972-25, 2972-54, также в департамент агентства по делам госслужбы, в Акиматы, в районы по месту получения государственной услуги. И вот буквально уже должен быть запущен проект на ТИЖ, когда услугополучатели могут прийти в ЦОН и обратиться через этот проект, оставить жалобу через ЦОН. Понятно. Спасибо вам, Дана Олега Галилова, за участие в программе. Успехов вам в работе. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир подошел к концу. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин